Яков Фильдман. Книга 2021 года. Называется «Философия плюс плюс. Аудиоверсия». Часть 4. Уровни абстрактного интеллекта. Глава 22. Человек в потоке задач. Мы уже отмечали, что человеческая деятельность растёт из двух корней. Из решения проблем, во-первых, и из коммуникации, во-вторых. Но кроме термина «проблема» я использую другой термин – «задача». Может показаться, что это синонимы, но это не так. Вот несколько важных отличий. Во-первых, задачи имеют определённые критерии правильного решения, а проблемы скорее нет. Во-вторых, про задачу сразу понятно, какого она типа, а про проблему скорее нет. И в-третьих, задачи обычно идут на человека потоком, а проблемы скорее поодиночке. То есть по мере обдумывания проблема постепенно превращается в задачу, причём одна проблема сразу содержит в себе несколько возможных задач. Это примерно как больной, обратившись к доктору, узнаёт, что ему надо лечить сразу несколько болезней, названия которых он раньше никогда не слышал. И, кстати, список болезней может меняться от того, к какому доктору вы обратились. Модель, в которой задачи идут на человека потоком, мы используем для построения новой психологии, поскольку старая психология – это ужас, ужас, ужас. Конец 22 главы. Глава 23. Психология старая, психология новая. Если открыт типовой учебник психологии, то там материал сгруппирован по сферам психики. Таких сфер обычно четыре. Интеллект, воля, эмоции и память. Но в реальной жизни реальных людей бывает поток задач, а эмоции, воля, память и интеллект – это только четыре блока действий, и, соответственно, четыре состояния, переключаясь между которыми, человек пытается уцелеть в потоке задач. Вот как это бывает в реальном времени. Во-первых, человек оценивает прилетающие задачи задолго до того, как они вылетают в его здесь и теперь. И как только прилетающая задача попала на радар, человек мгновенно, интуитивно, бессознательно оценивает ее по следующим критериям. Важно-неважно, срочно-несрочно, опасно-неопасно. Если оказалось, что включились хотя бы два критерия из трех, происходит мобилизация организма на физиологическом уровне. Кроме того, прилетающие задачи оцениваются по вероятному результату. Успешно или неуспешно мы их решим. А еще важно, организм наш бодрый или уставший. Если бодрый, то вероятность успеха выше. Это образует определенный психологический фон, а эти два механизма вместе – мобилизация и фон – называются одним словом – эмоции. Во-вторых, когда задача прилетела, мы должны принять решение. Игнорировать ее вообще или решать. Решать сейчас или отложить на потом. Выделить на нее много ресурсов или ограничить ресурсы. Эта система принятия решений называется воля. В-третьих, бывает, что задачи, принятые к решению, нам уже встречались, и мы знаем, как их решать. Тогда мы должны достать это решение из архивов нашего мозга. Этот блок называется память. В-четвертых, бывает, что старые решения не годятся, их надо сильно перерабатывать, а бывает, что проще построить новые. Этот блок называется интеллект. Да, можно придумать искусственную задачу так, чтобы включился только один блок из четырех, но где гарантия, чтобы в этом искусственном режиме включенный блок проявить себя полностью? Нет такой гарантии. Четыре сферы – это только четыре стороны одного живого процесса, и нет смысла изучать их отдельно. Надо изучать процесс решения задач как единое живое целое. Конец двадцать третьей главы. Глава двадцать четвертая. Какие бывают задачи? Сравнивая задачи между собой, можно выделить похожие требования задач к человеку. Например, в одних ситуациях надо действовать быстро, а в других это только вредит. В одних ситуациях надо действовать строго по образцам, а в других нужны оригинальные идеи. Ну и так далее. Сравнивая требования разных задач к человеку, я сгруппировал их в три пакета. В первый пакет я собрал все требования по сложности. Имею в виду, конечно, не сложные задачи для конкретного человека, а структурные сложные задачи как системы условий и требований. Ну, например, играть в шахматы сложнее, чем играть в крестике и норике. Этот пакет называется «Сложность». Во второй пакет я собрал требования, так и иначе связанные со временем. Например, соревнования «Кто быстрее» из-за этого пакета. Но есть и другие требования в этом пакете. Например, «Выносливость». Этот пакет называется «Темпоральность». В третий пакет я включил требования, связанные с формой представления информации. Например, одни люди предпочитают книгу прочитать, а другие читать не станут, но посмотрят экранизацию. Этот пакет я называю «Мордальность». В жизни часто отличаются задачи, в которых истребования из двух и даже из трех пакетов сразу. Разные варианты таких многослойных требований можно представить себе как точки в трехмерном пространстве состояния. В физике называют это фазовое пространство. В следующих главах мы вплотную займемся сложностью, а модальность и темпоральность пока отложим. Конец 24 главы. Субтитры создавал DimaTorzok